Конечно, я думаю, все знали, насколько важна это была игра, и я думаю, все вышли с хорошим настроем, и рады, что это получилось. Взяли хорошее преимущество в первой половине, во второй, как ожидали, что они начнут попадать броски и взять маленько под другую лома. Но все равно, как бы, сдержали то давление, которое нужно было, и дали им бросок вперед, и выиграли его с хорошим преимуществом. Особое внимание было наверняка подбором, и на вас не надо большое давление, в связи с тем, что Реал лучшая подбирающая команда, и Евролик, как с этим справились? Ставили спину и старались у всей команды помогать, потому что, когда команда кидает много трех очков, много подбора идет на периметр, что тоже маленьким нужно за этим, как бы, соследить. То есть, я не знаю, что это чисто работа больших, как бы большие, это могут подбирать то, что отскок, который не кольца, но все равно маленькие должны подбирать свое, и не давать другим маленьким забивать длинные отскоки. В концовке мы просто старались сохранять спокойствие и играть в свою игру. Мы понимали, что Реал отличная команда, и они совершат рывок в счете, и они это сделали. Но самое главное, как бы это сказать, мы не запаниковали. Мы были спокойны и завершили игру с разницей более 8 очков, а значит, что и очковые преимущества теперь в личных встречах на нашей стороне. Каждая игра – это давление, когда ты выступаешь за ЦСКА. Каждый раз все ожидают только победы, но этот матч был под особенным давлением, потому что были огромные ставки, много лежало на столе. Первое место в группе, да еще мы проиграли им там с разницей несколько очков в овертайме, так что мы очень ждали этого реванша. Думаю, сейчас мы играем лучший баскетбол в Европе.